Всем большой привет! Если вы видите меня впервые, меня зовут Таня. Добро пожаловать на мой канал. И сегодняшнее видео будет о покупках с сайта Алиэкспресс. Покупок у меня было в этот раз не слишком много, но зато все они оказались реально очень классными, очень крутыми. Я просто очень довольна этими покупками, поэтому я с удовольствием вам их покажу. В общем, все, давайте начинать. Первая покупка это вот такое световое кольцо для селфи. Крепится оно вот таким образом на телефон. И здесь включается подсветка. Ее целых три режима. Такая бледненькая, средняя и очень яркая. Очень прикольная вещь для тех, кто любит делать селфи, для тех, кто любит что-то фотографировать в потюмках. Это, можно сказать, даже незаменимый гаджет. Стоило это приспособление совсем недорого. И работает очень, кстати, хорошо. Мне пришло, на самом деле, это кольцо уже довольно давно, месяца два назад, так точно. Может быть, даже три месяца уже назад. Периодически пользуюсь. Пока работает отлично. Никакие батарейки не сели. Здесь, кстати, можно поменять батарейки, если батарейки сядут. Очень понравилось, что здесь внутри вот такая прорезиненная поверхность, силиконовые какие-то вставочки. То есть, это кольцо не поцарапает вам экран телефона. Потому что здесь вот эти вот мягкие вставки есть и не скользит на телефоне. И это очень удобно. Следующее мое приобретение – это вот такой прелестный небольшой кошелечек. Он сделан из кожзама, но я, честно говоря, даже не ожидала, что он будет настолько крутого качества. Я ожидала за эту цену кошелек хуже, чем он пришел. Стоил он, по-моему, 400 рублей, если я не ошибаюсь. Все ссылки на все, что я показываю, будут обязательно внизу в инфобоксе. Заходите туда, переходите по ссылкам, если кому-то интересно. Ссылочки я обязательно для вас оставлю. Сказала, кошелек изготовлен из искусственной кожи, то есть, это кожзам. Но у него нет абсолютно никакого неприятного запаха дермантина. Даже когда он только пришел, я его распаковал, он вообще не пах. Как, знаете, бывают вот эти китайские вещи. У них такой прям едкий запах китайского рынка, какого-то клея. Нет, здесь такого вообще не было. Здесь такая миленькая кисточка есть на молнии. Ее, кстати, можно отстегнуть, если она вам мешает. В развернутом виде кошелек выглядит вот так. Единственное, что мне не очень понравилось, то, что здесь мало мест для карточек. Я, конечно, впихнула сюда свои карточки, но вот именно в эти ячейки у меня мало поместилось. Может быть, у меня просто слишком много карт. И поэтому некоторые карточки мне пришлось засунуть вот в это отделение. Ну, это все как бы мелочи. Вообще, по идее, нужно иметь отдельный чехол под картой, не таскать их все в кошельке. Ну, вот такая у меня привычка. Я ношу все свои скидочные карты в кошельке. Само отделение для денег здесь вот такое, оно одинарное. И также имеется кармашек для мелочи. Следняя стенка в отделении для денег сделана также из кожзама. А сама перегородка сделана из плотного текстильного материала изнутри. А снаружи это, опять же, кожзам. То есть, сделано очень даже круто. Я даже не ожидала. Давайте покажу вам второй кошелек. Это уже кошелек для мужа. Это такой мужской кошелек-клач. Тоже потрясающего качества пришел. Это, опять же, кожзам. Ну, что вот здесь в этом кошельке? Что в этом кошельке? Если так вот смотреть, трогать на ощупь, это не выглядит, как какой-то дешевый дермантин. То есть, оба изделия выглядят довольно дорого. Никогда не скажешь, что они стоят настолько дешево, сколько за них хотят китать. Здесь два больших отделения. Сзади имеется вот такая ручка для того, чтобы просовывать сюда руку и вот таким образом носить. Довольно удобно. Здесь два большущих отделения. В одном отделении есть ячейки для карточек, потом большая вот такая ячейка и кармашек на молнии, в котором тоже можно хранить какие-то документы или важные какие-то заметки, карточки. Второе отделение уже предназначено для денег. Здесь два больших карманчика и посередине карман для мелочи. Также здесь сбоку есть небольшой карман. У мужа здесь лежит водительское удостоверение. Очень удобно. Муж остался этим клатчем очень доволен. Ходит он с ним уже больше месяца. С ним также ничего не произошло, нигде ничего не облупилось, не облезло, никаких не торчало. Отличное вообще качество. Тоже от всей души могу вам посоветовать. Следующая моя покупка это леггинсы, сделанные под замшу. Это что-то а-ля Zara. Я видела буквально недавно в Zara аналогичные леггинсы. Тоже пришли просто обалденного качества. Здесь хорошо сделанные швы. Никаких ниток не торчало. Они очень приятные. Из приятного материала сделаны. Они как снаружи приятные, так и изнутри к телу приятные. Это очень важно. Я не могу носить вещи, которые какие-то некомфортные к коже. Леггинсы оказались довольно длинными. У меня рост 171 или 172 см. То есть это довольно высокое. И мне они по длине прям вот идеально подошли. Я боялась, что будут короткие. Так как китайские вещи часто бывают мне короткие. И в рукавах, и в штанинах. Здесь все отлично. По размеру также подошли хорошо. Они еще и тянутся сильно. То есть в принципе можно было, наверное, даже на размер меньше брать. Тогда бы они были чуть более в обливку. Но я не очень люблю, когда вещи прям сильно в обливку сидят. Поэтому мне нравится, как сидит, как ощущается. У них завышенная талия. Единственное, что меня немножко смущает на них, это вот эта молния. Все-таки если бы они сделали молнию скрытую, такую, чтобы ее было не видно. Леггинсы смотрелись бы еще лучше. Следующая покупка. Это рубашка в стиле Zara. Опять же, закос под Zara. Китайцы почему-то очень любят подделывать именно Zara. Вот эта рубашка прям скопирована абсолютно с заровских рубашек. Я видела такие же рубашки в Zara. Только заровские стоят где-то 3,5, насколько я помню, тысячи. Эту рубашку я заказала, по-моему, за 700 или за 700 с копейками рублей. То есть как бы разница в цене очевидна. Из минусов могу отметить то, что это не хлопок. Это синтетика. Если в Zara рубашки из 100% хлопка, то это синтетика. Но такая синтетика не прям позорная. Бывает, закажешь с Алиэкспресс какую-то вещь и приходит такое барахло. Вот только полы, честное слово. Мне очень понравилась здесь вышивка. Вышивка сделана отлично просто. К вышивке нет абсолютно никаких нареканий. Смотрится очень красиво. Из минусов также могу отметить, что здесь торчат ниточки. Не знаю, видно вам сейчас будет или нет. Но вот здесь торчат нитки. Я специально ничего не обрезала, чтобы показать вам все как есть. Но за 700 рублей нитки можно и обрезать. Я считаю так. Покрою рубашки абсолютно прямой. Она не приталенная. Поэтому учитывайте это. Если вы любите вещи по фигуре, вам не понравится. В плечах она села на меня идеально. По длине рукава у меня также нет никаких претензий. Длина рукава отличная, что вообще редкость для китайских вещей. Но я буду рукава закатывать. Мне нравится, когда они закатаны. Мне кажется, так смотрится более стильно. В целом, я рубашкой осталась довольна. Могу вам ее посоветовать. Только учитывайте все те минусы, о которых я вам рассказала. Если для вас это все незначительно и вам хочется попробовать такую вещь на себе, такого плана, то, конечно же, могу вам ее посоветовать. Ну и последняя покупка на сегодня. Это жилетка была. Она приобретена для моего мужа. Она такая дутая, сделанная из синтепона. Синтепон внутри. Сверху ткань плащевка. Внутри тоже такая обычная стандартная подкладочная ткань. По качеству к ней вообще никаких претензий нет. Ни одной нитки не торчало. Китаем не пахло. Села отлично. То есть размер абсолютно нормальный, человеческий размер для русского мужчины, подходящий. Не для маленького китайца. Мужу очень понравилась эта жилетка. Он ее с удовольствием носит. Девчонки, на сегодня все. Я надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Ссылочки на все товары, показанные в этом видео, я оставлю внизу в инфобоксе в описании к ролику. Заходите туда, там все будет. Я в этом видео прям расхваливала-расхваливала Алиэкспресс. В этот раз действительно очень удачные покупки были. Я осталась очень довольна. Муж тоже очень доволен. Но, к сожалению, с Алиэкспресс не всегда так происходит. Поэтому очень важно выбирать проверенного продавца, у которого есть много отзывов, у которого хороший рейтинг. Тогда вероятность разочарования будет намного-намного меньше. Все, буду с вами прощаться. Желаю вам, как обычно, хорошего дня и отличного настроения. С вами была Таня. До новых встреч. Пока-пока.